22 июня, ровно в 4 часа, 77 лет назад, немецко-фашистские войска без объявления войны напали на Советский Союз. Это было начало Великой Отечественной войны. Мы отмечаем День памяти и скорби, говоря обо всех тех, кто погиб и пострадал в пламени военного пожара. Величайшая по своему размаху и разрушительной силе война огненным катком прошла по нашей земле. Трудно даже перечислить все бедствия, которые обрушились на страну по злой воле гитлеровских захватчиков. Города и станицы были выжжены дотла, погибали и стар, и млад. Страшный черный след оставляли после себя фашисты. Длилось это почти 4 года, и все эти бедствия начались 22 июня 1941 года. В память о тех горьких исторических событиях ровно в 4 часа утра горящие свечи зажигаются на мемориале вечного огня, возлагаются цветы и произносятся самые проникновенные слова. Для того, чтобы почтить память павших героев, горят эти беспокойные свечи, бережно опускается венок в виде звезды воды протоки, колеблются свечные огоньки над утренними речными водами. Траурный митинг, посвященный Дню памяти и скорби, собрал ветеранов войны, тружеников тыла, учащихся из студентов, ветеранов вооруженных сил и локальных войн, активистов, словом всех, для кого сороковые пороховые, не пустой для сердца звук. 23 тысячи наших верных сынов и дочерей ушли на фронт. Половина из них осталась на полях сражений. Вечная им память. Слава живущим ветеранам, которые прошли горнило этой страшной войны. Дорогие земляки, мы обязаны помнить это и передавать из поколения в поколение, из века в век, ту правду о Великой войне, о наших героических воинах, которые ради нас, живущих, многие из них, молодые, безусые, шагнули в вечность. Пока в наших сердцах есть эта святая память, мы будем изо всех сил противиться любой войне. В памяти ветеранов до сих пор живет тот день далекого 41-го. Мы были все подняты на ноги в связи с тем, что была объявленная мобилизация. Все это было передано по радио. До телевизоров не было, а радиопродукты большие, где собирались. Мы, как комсомольцы, как комсомольцы, все были на ногах. Во-первых, надо было по всему району развозить призывные листки от военкомата. Работали день и ночь. Александр Залога, руководитель клуба воинов-интернационалистов «Саланг», бережно хранит память о своих дедах, которые пали смертью храбрых, защищая родину. Мы продолжатели традиций дедов и отцов, когда в Афганистане были, говорили, откуда вы черпаете силы и так далее. Вот мы на примере наших дедов, отцов, матерей, которые здесь трудились в тылу врага. И победили советский народ, народ-победитель. Победили это само фашист. Вот это напоминание, это таитский день окончился нашей победой. Да, мы все, по большому счету, продолжатели священных вековых традиций. И иначе быть не может, потому что высокий смысл этих патриотических традиций в основе нашей жизни и наших больших и маленьких побед. Завершился митинг памяти и скорби всекубанской минутой молчания, после которой к вечному огню возложили цветы и венки. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова